Я вас лучше поздравляю. Простите, не болейте. Приходите к нам еще. Малышке Марго всего несколько дней от роду. Когда она подрастет, родители обязательно расскажут девочке историю ее появления на свет. Как роды застали маму Кристину в многокилометровой пробке на Садовом кольце. Как папа Сергей искал возможность добраться поскорее до роддома. На этом участке Садового кольца движение практически всегда напряженное. Было около пяти вечера, когда у поста ГИБДД появился перепуганный Сергей Ратанов. Он сбивчиво объяснял полицейским, что не успевает доставить жену до роддома, который находится на северо-востоке Москвы. С учетом пробок это минимум час пути. Тогда инспекторы приняли решение довезти женщину на своем транспорте. За рулем машины в тот вечер был инспектор ДПС Иван Парсяк. До роддома Кристину он домчал за 15 минут. Сегодня со своим коллегой он появился здесь снова. На этот раз с букетом роз. Было принято решение довезти до роддома самостоятельно. Не ждать скорой помощи. По пробкам в час пик, 10-15 минут доехали. Всех мальчиков приглашают в кадр. Родилась девочка, все нормально. Всех мальчиков. Конечно, новая жизнь. Иван признается, волновался не меньше перепуганных родителей. Ведь это его первый опыт такой помощи на трассе. Когда начались ухватки, ну все, я поняла, что мы не доедем. Страшно было? Ну, честно говоря, да. Ну, я не хотела родить в машине на задовом кольце. Все четко, прям по громкой связи. Я приехала, и вот я через пару часов родила. Я бы не доехала, это 100%, если бы не сотрудники. Марго – второй ребенок в семье Ротановых. Первенец Марк с интересом рассматривает новорожденную сестру. Она появилась на свет 10 ноября, в день сотрудника органов внутренних дел. Кристина и Сергей шутят, когда Марго вырастет, тоже станет стражем порядка. А старший лейтенант полиции Иван Порсяк готовится к большому событию. Его попросили быть крестным. Малышки Марго. Максим Ларин, Денис Сорокин, Петровка, 38.